Понимание того, что есть веб-сайт, это красиво представить тот бизнес, который у нас есть по факту. Я хочу сделать сразу оговорку, что картинки на экране – это просто картинки из интернета. Никаких утверждений относительно владельцев и бэкэнда вот этого веб-сайта я не делаю. Но это такое очень узкое понимание, на самом деле, веб-сайта, как чего-то отстраненного от основного бизнеса компании, который пытается максимально, как это сказать, разделить. Пусть у нас внутри все не очень хорошо, но веб-сайт у нас будет красивый, дизайн и прочее, прочее, прочее. На самом деле, на сегодняшний день бизнес-компании с ее, как это сказать, веб-интерфейсом, если угодно, это вещи неотделимые. Они для очень многих видов бизнеса вообще никак не разделяются. Лет 5-10-15 назад вообще вопросы информационной безопасности решались в основном следующим образом. Компания разделяла свою сеть. У нее был внутренний ресурс, который был закрыт. Это были ее сотрудники. Они вообще не имели доступа в интернет, или он был очень ограничен. И был интернет, открытая в интернет. Это был и веб-сайт, и какие-то, может быть, системы взаимодействия с внешним миром. И во всех вопросах, связанных с информационной безопасностью, заказчик себе представлял ее так, что внутренняя моя сеть, вот мои сотрудники, они у меня сидят сами по себе, я им доверяю. Они у меня защищены от интернета, и интернет защищен от них. А веб-сайт и прочее, ну это что-то внешнее. Если его взломают, если он упадет, если им что-то случится, ну случится и случится. Я там починю, разберусь, обновлю и так далее. Но сурово реально заключается в том, что даже в таких предприятиях тенденция такова, что каждый день изо дня в день все больше и больше ценности приобретает та часть бизнеса, бизнеса, который связан с интернетом. И если компания вчера просто сидела и торговала запчастями, то сегодня у нее уже есть какой-то веб-портал, который в онлайне должен показывать запасы этих запчастей на складе. И именно по этому сайту определяется, как будет идти бизнес этой компании, хорошо или плохо. И это касается любых бизнесов, это даже очень масштабные, серьезные организации. Пусть они не будут взаимодействовать с конечными клиентами, но это означает, что у них должны быть какие-то порталы для своих бизнес-партнеров, где тоже будет видно и понятно, как они взаимодействуют, кто кому что отгружает и так далее. Ну, это, так сказать, тенденция, да, она в частности может быть названа как движение в сторону облаков, которая еще, опять же, еще там лет 5-7-10 назад воспринималась очень-очень скептически. Очень скептически. Ситуация была такова, что заказчик считал, что все мои ресурсы – это мои, они должны быть внутренние, внутри моей сети, а где-то там, снаружи, есть веб-сайт, который и обеспечивает, ну, как-то мое взаимодействие с миром. И ни в коем случае я, конечно же, никакой свой кровный ресурс никогда не выложу куда-то туда, куда-то в облако. Да не дай бог, ни в коем случае. И это какое-то время, в общем, очень здраво аргументировалось тем, что, ну, действительно, если я переношу куда-то свои ресурсы наружу, а что будет, если пропадет интернет? Да, я же их все потеряю. И это был правильный аргумент. И действительно, какое-то время назад, если у тебя падал интернет, ты там мог лишиться только внешних ресурсов, все твои внутренние ресурсы были с тобой в активе. Но суть и реалии современного бизнеса, и переход на вот все эти порталы и веб-технологии твоих партнеров, привели к следующему, что если у тебя пропадает интернет, то ты никакой работы делать не можешь в принципе. Тебе толку от того, что у тебя есть внутренний, условно говоря, сервер электронной почты, который никуда ничего не может отправить. Есть какая-то внутренняя CRM-система, но ты позвонить никому не можешь, потому что у тебя телефония тоже по IP идет своим клиентам. Если у тебя интернета нет, и ты тоже не видишь там бэкэнда своего веб-сайта, то бизнес заканчивается на этом. Можно идти всем в курилку, пить кофе и так далее. Отсюда вывод. Нет никакого смысла все мои внутренние так называемые ресурсы держать у себя внутри. В этом никакой ценности нет, с того, что они будут работать, когда у меня не будут в интернете. Если я их перемещу в облако, во-первых, за его надежность будут уже отвечать гораздо более профессиональные люди, во-вторых, известно, все это длинный список преимуществ от облачных технологий, это там возможности поминутной оплаты и возможности неограниченного расширения, и наоборот сокращения, что особенно актуально в те же самые наши кризисные годы. В этой ситуации мы хотим, всем клиентам хотят все перевести в облака. Почему? Потому что это дешевле, экономически выгоднее и так далее. И, как я сказал, главный аргумент, эта проблема связи с интернетом, она решилась сама собой. Она сама по себе, конечно, не решилась, но нет интернета, значит, у тебя все равно нет бизнеса, неважно, так сказать, где у тебя находятся сервера. Ну, в пример могу привести нашу компанию, компанию Trend Micro. Если у нас в офисе нет интернета, то у нас заканчивается вообще любая работа, мы должны выходить через LTE, через телефоны в интернет, потому что все наши ресурсы, что внешне, что внутренне, находятся где-то снаружи от нашего московского офиса на Новослободке. У нас внутри нет никаких ресурсов информационных. Ну, Wi-Fi точка доступа есть, по большому счету. Таким образом, мы сейчас находимся с вами в той ситуации, когда вот эта фраза про, что облака – это временный модный тренд, эти слова теряют актуальность. Причем они теряют эту актуальность настолько стремительно, что мы с вами даже этого можем сейчас не осознавать. Этот процесс носит характер фазового перехода. Это не плавный процесс. И причина заключается в том, что это движение к использованию онлайн-ресурсов для всевозможных взаимодействий, оно сейчас происходит с двух сторон. С одной стороны, поставщик, условно говоря, компания, начинает все больше и больше, как я говорил, переносить свой бизнес в онлайн, в связи с интернетом. А с другой стороны, потребитель уже ждет это в этой форме. Это уже сейчас очевидно. Никто не делает ставки на какие-то оффлайн-технологии, если работают на перспективу. И вот получается тот самый синергетический эффект, что и клиент уже хочет, и производитель уже к этому готов. И поэтому эти изменения становятся все более и более быстрыми, все более и более оперативными. То есть есть определенная здесь не просто скорость, а есть ускорение. большое и положительное. И в течение года, двух, трех, мы будем свидетелем очень большого количества этих изменений. Я прекрасно помню, как мы рассказывали заказчикам про вопросы безопасности, облачных инфраструктур. И на нас махали руками, говорили, да какие облачные инфраструктуры, забудьте, вот у меня есть сервера, вот они заперты, вот у них тут и так далее. Сейчас это уже как-то все поутихли. Эти разговоры все понимают, что никуда мы не денемся. Теперь давайте поговорим про, как это было за здравие, через за упокой. Что у нас плохого с нашими всеми онлайн-системами, веб-сайтами и так далее, каковы наши угрозы. Ну, я их попробую перечислить, возможно, это даже не все. Это отказ в обслуживании. Это страшная вещь, когда на наш ресурс просто-напросто шквалом идут запросы от каких-то там зараженных компьютеров, ботов, в результате наших легитимных посетителей наш ресурс обслуживать не может. Это уязвимость платформы. Это когда используемые там какие-то операционные системы, используемые какие-то базы данных оказываются к чему-то уязвимыми, и злоумышленных может взломать. Это уязвимость веб-приложения, которое я построил поверх платформы. Вот я не могу сказать, какой оно в каждом конкретном случае используется, но все, что было сделано веб-дизайнерами или программистами поверх платформы, это все может быть уязвимо. Это могут быть атаки типа кросс-сайт скриптинга, SQL injection, когда через мой веб-интерфейс добираются до базы данных. То есть ситуация крайне неприятная, и главное, что это то, что разработал, условно говоря, я сам. На самом деле, конечно, для меня разработали. Ну, как результат, это взлом, это проникновение некого вредоносного кода внутрь вот этой вот моей инфраструктуры облачной, утечка данных, и совсем уж экзотическая вещь, которой, если честно, я даже не могу сказать, как эффективно защищаться, это фишинг, когда кому-то в интернете рассылают ссылки на подложную страничку, которая выглядит точно так же, как ваш сайт, с попыткой выманить у людей реквизиты доступа к вашей информационной системе. Так вот, во всем этом спектре очень большого количества непонятных слов ключевой акцент вот на чем. На самом деле вот на чем. Что если мы посмотрим то, что написано сверху, там, заказы обслуживания, мы теоретически можем переложить это на плечи провайдера. Мы можем сказать так, провайдер, вот тебе сумма денег, или давай как-то там договоримся, в случае атаки ты будешь меня защищать. Наши провайдеры на сегодняшний день такие услуги многие предлагают. Если я беру не целиком виртуальные сервера, а иду на какой-то хостинг, который за меня обслуживает платформу, платформу также провайдер может отслеживать ее уязвимость, обновлять ее, устанавливать заплаты и так далее. Но чем мы идем дальше, вот условно говоря уже начинается с третьего пункта, мой провайдер, какой бы я ни выбрал, мне никак не поможет. И провайдеры могут говорить, что у нас все с безопасностью, у нас есть SSL, у нас есть то, у нас есть то, пятое, десятое. Это никак не помогает. То есть получается, что мы уходим от того, что можем переложить на чьи-то плечи, и остаемся сами по себе. То есть с угрозами, которые должны разбираться мы сами. Причем мы сами – это тоже хороший вопрос. Кто? Потому что, как вы понимаете, у компаний и сайтов, и структуры, как компания работает со своим веб-ресурсом, их очень много. Сами делают, нанимают дизайнерское агентство, делают кому-то под ключ и так далее. Это очень все по-разному. Если переводить все на язык высокого уровня, язык бизнеса, то вот все эти проблемы, которые здесь перечислены, на самом деле это только две проблемы. Первая – это убытки. То есть компания может потерпеть убытки. И второе – это потери репутации. То есть человек зашел на сайт, а он не работал, с тех пор человек на этот сайт не заходит. Или про этот сайт рассказали, что оттуда утекли какие-то номера кредиток. С тех пор на этот сайт никто не заходит и так далее. И главный акцент, который мне хотелось сделать, это, конечно же, то, что то, о чем я здесь рассказываю, оно, в общем, наверное, не относится к тем, кто создает сайты с фотографиями своих любимых кошечек, которые взломают и взломают, взломают и взломают. Заменит фотографии кошечек на что-то другое – это неважно, потому что для этих людей, в общем, выкладывание фотографии кошечек самоценно. И с другой стороны, мой сайт также совершенно не относится к тем монстрам, как Google и длинный список других компаний, у которых есть огромный коллектив специалистов, которые занимаются этой безопасностью. Дело в том, что у нас есть в огромном промежутке между вот этим спектром онлайн, так сказать, активности компаний, огромный пласт компаний, которые – это вот и предприятие, это интернет-магазин, это агентство, все что угодно, где возникает вопрос не кто, не что защищает, а кто. То есть вот, а кто это будет делать? Вот это все хорошо, это там, кровь соцскриптинг, сквейл инжекшн и прочее. А кто за это будет отвечать? Как это все будет выглядеть? И, к сожалению, очень часто ставка делается на то, что компания, которая делает веб-интерфейс, за это все будет отвечать она, а что-то за что-то будет отвечать провайдер. То есть сама компания как бы, в общем, ни при чем. То есть понятно, что единого решения, которое бы подошло всем, понятно, что не бывает. Давайте перечислим теперь защиту. Что нам нужно, чтобы спать спокойно? Какие есть технологии? Как подходим мы к безопасности? Ответы наши очень асимметричны. Я здесь тоже их перечислю, боюсь, что даже не все. Ну, защита от DDoS такое есть, существует в виде железок аппаратных, есть в виде сервисов самых разнообразных. И это как раз то, что имеет смысл пытаться договориться как-то с провайдером. Ну, все зависит, конечно, от масштабов бизнеса, но мы говорим о тех компаниях, которые готовы подписать договора и платить деньги, но не готовы нанимать сотрудников, которые специально чем-то занимаются. Следующий эшелон – это специализированные средства защиты именно веб-приложений, веб-аппликейшн-файвол. Дальше у нас идут системы, которые позволяют анализировать код, аудировать код веб-приложения и выдать нам информацию, насколько оно безопасно или нет, могут его взломать или нет. Вот про это сегодня будет доклад на второй сессии в 3 часа Дениса Бескаравайнова. Он про это будет рассказывать подробнее. Я про это ничего сейчас говорить не буду. Мы пойдем дальше. Это межшетевое экранирование, сейчас мы подробнее пройдем, про консорль целостности, анализ событий и антивирусную безопасность. Про это чуть подробнее сейчас буду говорить. Итак, веб-аппликейшн-файвол, что это такое? Это анализ и проходящий, глубокий анализ того трафика, который проходит на мой сайт и уходит с него, и попытка анализировать атаки. Они могут интегрироваться с самой системой анализа кода, они могут выявлять какие-то особенности кода. Есть очень много технологий. В простейшем случае это защита от таких вещей, как cross-site scripting, вот как упомянуто сегодня, SQL injection и так далее. И очень интересная также функция, про нее как раз сегодня будет видео, это виртуальные зарплаты, когда даже для уязвимой системы вот этот веб-аппликейшн-файвол ее изолирует. Значит, веб-аппликейшн-файвол уже, наверное, нельзя мыслить отдельно от моего сайта. Он не может быть просто создан провайдером. Просто он не может быть создан провайдером, как таковим. Это что-то, что специфично для моей платформы. Только настроив его под мою платформу, его можно эффективно использовать. Но, как я сказал, не о них сегодня я рассказываю. Межчатевое экранирование, что это такое? Ну, вообще, межчатевое экранирование – это технология уменьшения атакуемой поверхности. Когда я на межчатевом экране говорю, какие способы связи с моим сервером допустимы, а какие нет. И неважно, какие у меня службы и сервисы окажутся уязвимыми, из тех, что недоступны из интернета, все равно эксплуатировать эти уязвимости, никакой злоумышленник не сможет. Это технология старая, известная, но ключевая особенность в том, что никакой провайдер вам не может предоставить такую услугу. Просто потому что он понятия не имеет, а какие сервисы для вас важны, а какие для вас они важны, они только внутри вашей системы существуют и должны наружу быть заблокированы. Это решение тех, кто управляет системой. Они могут сказать, что по 80-му порту к вебу достучаться можно, а по другим портам уже нельзя или нет. Есть еще какие-то порты. Следующий пример – это контроль целостности. Это технология, которая позволяет выявить неизвестные вирусы, действия нерадивных администраторов, факт взлома. Суть в том, что мы анализируем системный реестр, файлы, конфигурацию и так далее, и знаем, что не должно меняться в системе никогда. И если оно изменилось, я об этом узнал. Я могу, конечно, не очень понимать, что это означает. Я могу быть не экспертом в данном конкретном приложении. Ну, у меня есть сторонняя организация, которая делала сайт, я могу тогда направлять вопросы к ним и сказать, ребята, вот посмотрите, у вас тут изменился файл конфигурации, а почему? И они скажут, да, это там, условно говоря, мы обслужили. Или нет, это, возможно, взлом будем разбираться. Контроль целостности. И следующее – это анализ событий. А именно, вот в этом онлайн-ресурсе происходит огромное количество каких-то… Да? Сувениры, забирайте. Огромное количество событий. И желательно эти события получать к себе в каком-то виде с тем, чтобы сопоставлять их, что происходит в целом системе. Почему? Потому что вот у вас есть веб-сайт, вы его видите, все с ним замечательно, что происходит внутри, какие там, не знаю, кто-то куда подключается, какие ошибки происходят, вы этого никак не видите. По двум предыдущим пунктам могу порекомендовать такую штуку, называется Ossec, это open-source проект, который ведет наша компания, который предлагает эту задачу решить, как я говорил, и контроль целостности, и сбор событий. Это можно получать, ну, это open-source проект, он на GitHub есть. Вот, позволяет, по крайней мере, ключевую функцию безопасности реализовать. С предотвращением вторжений сложнее, да, это технологии гораздо более дорогие, гораздо более сложные, это и анализ неизвестных атак, это обобщенные правила для решения известных атак. Опять же, это технологии виртуальных заплат, не только для, и не столько для веб-трафика, сколько для любых других протоколов и сервисов, которые могут использоваться в сети. Про это будет, как я уже обещал, некое видео. Ну, и последнее, да, что нужно упомянуть, это, конечно же, антивирусная безопасность. Та самая антивирусная безопасность, которую мы для наших домашних компьютеров и для корпоративных компьютеров считаем самоочевидной функцией. На самом деле, для веб-сайта это малополезная вещь, потому что чаще всего все-таки сайт взламывают или вручную, или какими-то автоматическими средствами, и по каким-то там базам вирусных сигнатур вряд ли то, что происходит, может быть обнаружено. Поэтому антивирусная штука, конечно, хорошая, но для защиты веб-сайта это не самое актуальное. То, что я перечислил до этого, гораздо интереснее. Ну и тот самый виртуальный патчинг, про который тут рассказываю, что это такое. Программные продукты, какие бы они ни были, в них есть ошибки. Эти ошибки в каких-то случаях могут привести к тому, что злоумышленник может воспользоваться как-то нестандартно этим приложением, передать какие-то не те параметры, не в те места, в результате получить какой-то неавторизованный доступ к чему-то, там, да, это известная проблема, и решается она на самом деле просто. Нужно устанавливать обновление. Ставишь обновление, и все у тебя хорошо. Но беда в том, что ставить обновление, особенно на высоконагруженную серьезную систему, это отдельный неочевидный процесс. Это нужно восстанавливать, у тебя могут быть проблемы с простоем. Сама заплата по себе может вызывать теоретически какие-то проблемы. Поэтому в индустрии есть такой подход, называется виртуальный патчинг, виртуальные заплаты. Суть такова, что на сетевом уровне непосредственно анализируется трафик, если выявляют попытку взлома, вот этот трафик его сбрасывают. Это, конечно, требует огромного количества, так сказать, интеллектуальных ресурсов, и, так сказать, это все не так просто в реализации, но зато это позволяет веб-ресурсу выглядеть как защищенный, как пропатченный, даже если заплаты устанавливались там еще неделю назад, или месяц назад, или полгода назад. Вот. Я сейчас вот как раз покажу, да, как это выглядит. Значит, история такая, сейчас секундочку, полсекунды не переключайте, значит, это просто пятиминутка рекламы про наше решение, которое обеспечивает некий спектр функций на уровне вот как раз облачного ресурса или веб-ресурса и так далее. Но хочется показать это в действии, да. Включите видео, пожалуйста. Вот. История такая, что у нас есть с вами веб-сервер, очень такой, так сказать, непропатченный, и есть злоумышленник, который пытается его взломать. Мы сейчас увидим экран злоумышленника, который пытается его взломать. У нас есть, будет там скриншот этого веб-сервера. И главная идея, значит, что мы порассказываем про атаку на уязвимость, которая называется Heartbleed. Была такая история год назад, условно говоря, когда выяснил, что библиотека, которая реализует шифрование, OpenSSL содержит ее взломость, ошибку. И к ней можно передать некий параметр подозрительно длинный, вернее так, запросить, вернуть ответ подозрительно длинным образом, это не проверялось в коде. И в результате эта библиотека возвращала фрагмент оперативной памяти вашего веб-сервера. Причем OpenSSL используется везде, и в приложениях под Windows, и в приложениях под Linux, и в общем, по сути, везде, где используется шифрование, везде, где используется SSL, используют библиотеку OpenSSL. И поэтому проблема стала повсеместной. Она была актуальна для всех веб-серверов, и везде ее надо было обновлять. В данном случае мы видим интерфейс того самого злоумышленника, это, конечно же, тестовая среда, который указывает адрес этого самого веб-сервера, указывает порт, на который он атакует, настраивает параметры, чтобы все отображалось, и потом запускает атаку. Запустив атаку, он подключается к системе и показывает, какая информация утекла. Вот видите, какой-то фрагмент оперативной памяти веб-сервера злоумышленник получил. По сути, злоумышленник может эту атаку запускать 100 раз в секунду, постоянно получая различные фрагменты случайной памяти, и если ему повезет, он может украсть какую-то кондициональную информацию. Вот тот самый злосчастный веб-сайт, специально сделанный уязвимым. Это специальный тестовый. И вот пользователь заходит. Обратите внимание, что тут HTTPS, то есть это зашифрованная страничка. Он ввел имя админ, пароль, пассворт, зашел к себе на сайт. Это вот сайт где-то, условно говоря. А теперь злоумышленник запускает атаку еще раз. И обратите внимание, что в строке, которую он увидел, чистым текстом виден имя и пароль. Что там поле админ, а пароль пароль. И этот человек зашел на веб-сайт, зашел через шифрованную страничку, и владелец сайта понятия не имеет, что кто-то 10 тысяч раз в секунду, скажем там, или вряд ли на 10 тысяч раз в секунду, но скажем в час, вот такую атаку запускает и пытается стащить эту информацию. Ну в данном случае мы просто выключим на безопасность, сейчас она включается. Ее включают. Вот это вот, я рассказывал, intrusion prevention технологии. Вот они тут перечислены. Вот, как это все выглядит живьем. Так, включают. Так, убеждаемся, что правило было применено. И злоумышленник предпринимает атаку еще раз. Он запускает ту же самую операцию, и она ничего не возвращает. То есть тот запрос, который мы здесь, правда, не видим, он за кулисами, который был послан на сервер, эта система его блокирует. Она понимает, что с ним что-то не так. Она понимает, что с этим запросом что-то не так. Ну, теперь для очистки совести мы можем зайти на этот, опять же, панель управления конкретным этим веб-сайтом, открыть события, загрузить их, нажать на кнопочку, вот, и увидеть, что да, действительно, инцидент был. Вот, на реальном веб-сайте их будет, конечно, тысячи и сотни тысяч, может быть, миллионы. Вот, он прям пишет, что это атака была на OpenSSL, видите, со всеми подробностями, как она называется и так далее. Что он увидел, что он заблокировал, вот, и так далее. Вот, даже с подробностями и так далее. Вот, такая вот, так работают волшебные технологии виртуального патчирования. Вот, хотя, я подчеркну, сам веб-сайт абсолютно не пропатчен, и на него еще надо, конечно, ставить заплаты. Так, ну что ж, все. Давайте самый последний слайд будет у нас еще буквально. Вот, теперь на нашей презентации. Все, уже видео не надо. Как я говорил, конечно, такие вещи, как, в частности, такие вещи, как виртуальная заплата, требуют огромного количества ресурсов. То есть компании тратят на сами исследования, поиск и узвимость, огромные средства. Много людей этим специально занимаются. Есть специальные программы, в которых разработчики таких технологий участвуют. Это программы обмена информации об уязвимостях. И когда вы получаете заплату, условно говоря, там от Microsoft или еще от кого-то, чаще всего все производители таких средств уже об этой проблеме знают задолго до. Да, об этом знают. И, сейчас, секундочку, вот тут картинка, табличка, как это все происходит. Что есть специально, вот, специально был коллектив, например, в компании HP, Tipping Point, который обнаружил за, там, позапрошлый год 128 вот таких вот ошибок. Ну, это, правда, по Microsoft, не по цели. Мои коллеги на тот момент обнаружили 15, а всего в мире было, там, их где-то почти 350. Вот. Потом, в следующем году, мои коллеги показывали стабильность, тоже 15-ю узвимость обнаружили, а, значит, разработчики HP, Tipping Point, 156. Что это означает? Это означает, что по вот этим уязвимостям, которые были обнаружены, вот эти виртуальные заплаты были доступны практически сразу, до того, как о них знали вообще кто бы то ни было в мире. А вот по этим, да, заплаты были доступны в тот момент, когда о них узнал изначально вендор. Он делится, ну, скажем, Microsoft узнал, он с нами поделился, сказал, что вот у меня такой-то эксперт нашел уязвимость, вот она, делайте, давайте свои заплаты. И сам Microsoft, естественно, делает заплаты. Вот. В этом году, уже за этот год, мои коллеги уже практически полугодичный план выполнили, вот, и HP Tipping Point тоже уже как бы на старте. Но главная новость, почему я говорю про Tipping Point, потому что компания Tipping Point, вернее, подразделение HP Tipping Point было поглощено компанией Trend Micro, так что теперь это можно мыслить как некую единую коллектив, да, который ищет вот эти вот уязвимости, которые позволяют абсолютно незаметно для владельца сайта с ним делать все, что угодно, как вы видели, красить пароли, красить данные и так далее. Я, собственно говоря, презентационную часть закончил, я готов отвечать на вопросы, если они, конечно же, есть. Спасибо, вопросов несколько есть. Первый, наверное, такой. У вас в докладе все акценты делаются, ну, грубо говоря, на сторону сайта, на ту сторону, где он хостится, на разработку, на все остальное. Есть такое ощущение, что значительная часть проблем находится на стороне пользователя. Когда он не обновляет свое, там, клиентское ПО, когда у него заражена, инфицирована его клиентская машина, там у него перехватывают и FTP-пароли, и веб-пароли, и веб-формы что-то там у него отправляют. Вот иногда сайт имеет возможность включить там двухфакторную авторизацию, клиент этого не делает. Вот как в эту сторону работать? Делаете ли вы со своей стороны что-то именно с точки зрения защиты пользователя, а не сайта? Ага. Значит, смотрите, какая ситуация. То, что мы делаем, это мы делаем с системой безопасности на самом сайте, чтобы он был защищен. Чтобы даже независимо от того, кто вам делал дизайн, кто его программировал, чтобы была добавлена некие компоненты, которые позволят обеспечить защиту еще одним как бы уровнем в дополнение к тому, что вам обещает разработчик там веб-сайта и дизайна. Кроме этого, вы это все дело интегрируете с вашей внутренней безопасностью. Защита пользователя – это то, до чего разработчик веб-ресурса дотянуться не может, к сожалению. Понятно, да? То есть он не знает, кто к нему и как будет подключаться, он не может диктовать. Тем или иным способом подключить двухфакторную авторизацию, если ее нет изначально разработанной. Значит, двухфакторная фикация – это прекрасно. Эти технологии широко доступны даже в каком-то, как это в open-source варианте, в бесплатном варианте. Интегрироваться можно с Google и с прочими вещами. Но не будем забывать, что шифрование и двухфакторная аутентификация – я только что показал, как выглядит замечательно шифрование, когда оно оказывается уязвимым, что оно, по сути, начинает выдавать наружу пароли, хотя хотели их защитить. То есть я шел… Я как бы вижу эту проблему немножко дальше. То есть есть проблемы, которые решаются на поверхности. То есть конфиденциальная информация – давайте зашифруем. доступ к информации – давайте сделаем двухфакторную аутентификацию или будем пароли регулярно менять, биометрию добавим. Я не знаю, там, да, это можно… Дело в том, что этот пласт вопросов, он в общем и целом всем понятий наизвестен более-менее. Это не требует как бы сильной, как теоретической подготовки. Беда заключается в том, что статистика такова, что шифрование, как известно, его не взламывают, его обходят. Пароли просто крадут. И то, о чем я рассказывал, что само приложение, которое у вас там работает, само оно оказывается источником проблем. Хотя вроде бы все нормально. И аутентификация есть, и разделение доступа и так далее. Хорошо. Тогда еще один вопрос. Вот те самые виртуальные заплатки, какой они дают процент ложных срабатываний, когда отрубаются запросы, которые на самом деле честные, но система считает, что, наверное, в них что-то не так? Это очень коварный вопрос. False positive – это одна, наверное, из самых больших проблем всех систем защиты от DDoS, видфаклификейшн, фаерволов и так далее. Да. Как там? Хуже спама может быть только антиспам, да? Хуже DDoS может быть только защита от DDoS. Значит, здесь ситуация следующая. Все мыслимые, немыслимые, действительно, правила виртуального патчирования гипотетически могут привести к проблемам. Как действует наш подход, я не могу сказать за всех. Так как он работает специфично для конкретного ресурса, у нас есть специальный агент, который анализирует функциональность данного сервера, он знает, какие там запущенные приложения, это SQL, это какой веб-сервер и так далее, и он включает только те сигнатуры, которые актуальны для данного сервера. Он не включает туда, у него тысячи и тысячи этих правил, он включает только несколько десятков тех, ну сотен максимум, которые актуальны для данного сервера, пытаясь избежать вот этих ложных срабатываний. Это примерно находится в ключе, более-менее того, о чем я рассказал изначально. Мы не можем перенести эту функциональность на уровень провайдера. Провайдер понятия не имеет, что и как нужно защищать. И чтобы все его клиенты были довольны, как правило, он ничего не фильтрует, потому что достаточно тебе включить любое правило фильтрации, но это кто-то один, кто скажет, у меня не работает. Вот я такие демонстрации пытаюсь проводить, а у меня не получается почему-то. Поэтому идея в том, чтобы гранулярно включать то, что актуально для данного сервера. В общем и целом, я лично с жалобами на ошибки этой функциональности не сталкивался. По своему богатому опыту работать с продуктом Метромайк уже очень-очень давно. Но вопрос, да, закономерен. Обучаться система может под конкретный сервер? Вот именно под характер того трафика, который идет на конкретный сервер? Дело в том, что обучение – это скорее функции веб-абликейшн фаерволов, которые интегрируются с системами анализа кода самого сайта. Это другой класс решений. У нас петля выглядит по-другому, что исследователи находят уязвимости, исследователи работают с разработчиками платформ и ПО, получают информацию, петля обратная, отрицательная обратная связь, и добавляют эти сигнатуры, которые начинают сразу обеспечивать защиту. То есть по самому трафику, вот именно по трафику обучиться и понять, что это взлом, увы, невозможно, как вы понимаете, легитимно, а нелегитимно. Это самая большая проблема, слава богу, не моя, а производители ДДОСа защиты. Чем, так сказать, отличается. Поэтому здесь эта идея как раз в работе с разработчиками платформ. У них получить информацию и обеспечить защиту именно от того, что этой платформе угрожает. Хорошо. Спасибо. Сейчас еще вопрос. Микрофон, да. Спасибо за доклад. Актуально очень оказался. Вот вы сказали про то, что нет обучения, просто есть как минимум два вендора на рынке. Это вот Pulse of Technologies, это Valarm, у них, собственно, есть машинное обучение. И там строится это из того, что в нормальном трафике, там порядка 10% атакующего, и мы можем обучиться на фичерах запросов, то есть на том, какие параметры приходят в URL и так далее. Мы можем составить нормальную модель и потом делать анализ аномалий. Собственно, это можно делать. У меня еще вопрос был к вам. Я прошу прощения, я так и сказал, это производители веб-аппликейшн фаерволов, которые смотрят не вообще за всем трафиком, а только за вебом, и у них есть доступ к коду, к анализу кода, вообще пониманию веб-сессии. Но они анализ кода они не делают. То есть это отдельные продукты, у них как бы есть решения, которые смотрят, но вот конкретно вот эти продукты, Valarm и там PTAF, они только сидят на трафике, они не лезут в логику сайта, они вот как акселераторы стоят. И у меня еще было несколько вопросов по фичам. Есть ли у вас акселерация трафика, то есть вот та платформа, на которую вы крутитесь, может ли она отдавать контент? А второе о том, что анализируете ли вы ответы сервера, то, что вот Александр начал говорить, о том, что если вам кто-то заплодит какой-то вирус туда, и надо его посканировать, там, пайка поотдать на другой сервер, поанализировать, вернуть уже очищенный трафик. И третий вопрос, есть ли у вас регулярки? Если да, то как вы с ними живете? То есть на моей практике вот я сегодня буду показывать, что регулярки – это как бы очень сильный такой баттленек на любом вафе. Значит, давайте так. Ну, регулярное выражение, пожалуйста, да, но это, как вы понимаете, все зависит от таланта того, кто их пишет. Что касается трафика, акселерации этим вопросом мы не занимаемся, а да, по iCAP'у передавать, проверять файлик, если это интегрировать с платформой, конечно, да, это наше, как это, хлеб, TrendMicrosoft 88 года производит безопасность, антивирусную, поэтому это всегда пожалуйста. Продолжение следует... следует... ... Продолжение следует...